Всем привет! Это программа в курсе дела, все самое интересное и актуальное из мира охоты и рыбалки. Меня зовут Андрей Седоплатов и ближайшие 13 минут я проведу вместе с вами. Смотрите сегодня. Война народная. Более 20 тысяч орудий лова с начала года изъяли сотрудники Азова Черноморского управления Росрыболовства. И уносит меня, как участники турнира «Хищник Черногемия» справлялись с течением на реке Воронеж. Лиха беда начала. На Байкале прошел первый чемпионат Сибирского федерального округа по ловле на мормышку со льда. Нерестовый вопрос. Как не нарушить закон на весенней рыбалке? Об этом и не только. Прямо сейчас. С начала года сотрудники Азова Черноморского территориального управления Росрыболовства выявили почти 3 тысячи нарушений законодательства. У браконьеров изъято более 20 тысяч орудий лова, 11,5 тонн водных биоресурсов и 173 транспортных средства. Правоохранительные органы переданы 123 материала дел, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Общая сумма наложенного штрафа составила 11 миллионов 204 тысячи рублей. Чтобы восполнить запасы, в донских водоемах планируется прибавлять до 10 тысяч тонн прудовой рыбы в год. Для этого будут объединены усилия рыбоводов и госструктур. Напомню, что сейчас Дон и Кубань поставляют на прилавки страны почти 40% товарной рыбы. В Воронеже прошел турнир по спиннингу с лодок «Хищник Черноземья». Из-за сильного течения многие спортсмены не сразу смогли найти место для ловли. В поисках трофеев некоторые отправились на середину водоема и не прогадали. К финишу эти рыбаки пришли с хорошими уловами. Роман Романцов откроет секреты поимки хищника. Многоголосное урчание лодочных моторов на весенней реке Воронеж – музыка для уха необычная. Спиннинговый турнир с лодок «Хищник Черноземья-2018» проходит здесь впервые. Три, два, один. С трудом держа судно носом против течения, экипажи после сигнала поочередно разворачиваются и быстро уходят в сторону плавней Воронежского водохранилища. Река Воронеж разлилась широко и сравнялась по скорости течения с бурным горным потоком. Вода мутная, изобилует водоворотами и несет разный природный мусор. Как тут ловить джиг? Грамм сто, наверное, нужно джига, чтобы нормально пробить. Но потому что река Воронеж местами есть достаточно глубокая, несмотря на то, что это маленькая все-таки река по сравнению даже с Доном. И тем не менее, тут есть места, и ямки здесь есть, и плесы, и все есть. Но течение, конечно, бешеное. Вырвавшись из узкой речной полосы, экипажи из Воронежа, Курска, Москвы и Волгограда рассредоточились в камышовых плавнях водохранилища. Здесь и вода прозрачней, и облюбованных щукой заливчиков хватает. Правда, во многих таких местах еще стоит лед. Ловят спортсмены только хищную рыбу. Основная ставка на зубастую. Но попадаются также крупный окунь и небольшой судак. Жерих и Сом тоже будут приниматься в зачет. Однако в эту пору поймать их здесь шансов практически нет. Все точки, которые летние, они сейчас не работают. Все залито водой, глубина другая, течение другой, все другое. То есть надо трудиться, искать все это. Большинство экипажей нашли свое рыбацкое счастье не в плавнях, как изначально планировали, а на большом водном зеркале верхней части акватории Лова. Здесь незначительные глубины, более прозрачная вода и рельеф, изобилующий свалами и старыми руслами затопленных рек. Активность щуки обрадовала спиннингиста. На самом русле ловить невозможно, то есть очень сильная течка. Здесь плавня, глубина 3-4 метра, где и 2,5 метра, водичка прогревается быстрее, рыбка становится активнее. У ловы на взвешивание оказались солидными и доходили до 9,5 килограмма. Основа весов составляла щука, при лове – крупный окунь. Зачетных судаков размером более 40 сантиметров удалось поймать только трех. Рыба после взвешивания была отпущена. Принцип «поймал-отпусти» с каждым годом исповедуют все больше спортсменов. Почему решили отпустить рыбу? Чтобы дала потомство, чтобы мы почаще могли приезжать и ловить. Итоги турнира «Хищник Черноземья». Третье место занял курский экипаж Золотухин Чернышов. Серебро также за двойка курян-глотов Нитченко. А победителями турнира стали воронежские спортсмены – Сергей Подшивалов и Евгений Слукин. Килограмм рыбы в час – таков средний улов на 15-м чемпионате Сибирского федерального округа по ловле на мормышку, который прошел на Байкале. В соревнованиях участвовали всего 8 команд, но борьба на озере развернула серьезное. За три часа спортсмены должны были поймать как можно больше рыбы. Мои коллеги с подробностями. На Байкале в местности Посольский Сор прошел чемпионат Сибирского федерального округа по ловле на мормышку со льда. В нем приняли участие 8 команд из 4 регионов Сибири. Водоем был выбран не случайно. Принцип равнозначности в спорте, то есть одинаковая, то есть толщина льда, к примеру, практически одинаковая глубина. Состав рыб, как все фауы, нам позволяет проводить именно спортивные соревнования. Здесь ловля не на самую крупную рыбу, а на вес, то есть общий вес. Спортсмен ловит рыбу, тур длится 3 часа. За это время он должен поймать как можно больше по весу. То есть набрать 1 грамм – это 1 балл. То есть вчера были уловы в районе 3-4 килограмм. Соревнования – это прекрасная возможность не только показать свои умения, но и посмотреть, как ловят и какими снастями пользуются рыбаки из других регионов. Томские спортсмены ловят примерно в 2 раза быстрее, чем ловим. То есть у нас еще не совсем отточенная техника в части вываживания рыбы, постановки ее на прикормку. Но вот замечание было Томичей о том, что даже если мы правильно все кормим, то мы убегаем от своей рыбы, ищем крупнее. А надо прикормить рыбу и находиться на месте, и ее вылавливать всю, которая там есть. Бесспорные лидеры соревнований – спортсмены из Томска. Они представляли две команды. В их основе есть кандидаты в мастера спорта, победители российских чемпионатов. Евгений Власов, тренер одной из томских команд, рассказал о некоторых особенностях ловли на мормышку со льда. Нет, никаких секретов. Насадка у всех одна и та же, грубо говоря. Плюс-минус – это мотель. Местные особенности предрасполагают кормление. Помимо мотеля добавлять в прикормочную смесь, добавлять мормышек. При активном клюве получалось подсаживать опарыша, личинку мухи. Рыба меньше его сбивает. Удавалось за одну проводку поймать несколько рыб. Поэтому здесь нет секретов. Здесь владение снастью. Вот яркий представитель. Вот она. Яркий представитель. Вот это вот рыба, которая здесь ловится. Основной улов, который состоит. Небольшая глубина, отсутствие течения, мелкая рыбешка. Соответственно, как бы тонкая леска, не самая крупная мормышка. Это был первый чемпионат Сибирского федерального округа по ловле на мормышку со льда на Байкале. Участники соревнований предложили в будущем провести здесь всероссийский турнир. Будем надеяться, что заложена хорошая и добрая традиция. И рыболовы-спортсмены всех заинтересованных регионов в будущем будут всегда приезжать на этот сильный, мощный лед. Для того, чтобы удивить друг друга, зарубиться и продемонстрировать свое умение по ловле на мормышку со льда. Лучший результат среди рыбаков Сибири показала первая команда из Томска. Их улов составил более 36 килограммов. В большинстве регионов России сейчас действует нерестовый запрет. Тем не менее, это не означает, что ловить рыбу запрещено. В Петербурге, например, выйти на улицу с удочкой можно прямо в центре города. Правда, чтобы не нарушить закон, нужно соблюсти ряд условий. Как случайно не стать браконьером, узнаете из интервью с нашим экспертом. Добрый день. Нерестовый запрет вводят каждую весну. Но он всегда вызывает много вопросов у любителей рыбалки. Кого сейчас можно ловить и на какие снасти, узнаем у председателя питерского клуба рыбаков Николая Кириллова. Ну, во-первых, почему нерестовый запрет действует не на все виды? Ну, это зависит от ценности рыбы, от ее способности к воспроизводству в данных конкретных условиях. То есть у нас не так все просто с воспроизводством. Поэтому малоценные рыбы, платва, окунь, ерш, то есть то, что называется мелким частиком, на них нерестового запрета нет. Более ценные рыбы, имеющие промысловое значение, щука, судак, лещ, регулируются запретами. Есть сроки запрета по месту, есть сроки запрета по видам. Например, щука, лещ и судак в Ленобласти, на них запрет без ограничения начала запрета. То есть формально он сформулирован так – от распаления льда. Вот мы сейчас подавали наше предложение по дополнению в правила ловли. Мы говорим о том, что запрет надо устанавливать с конкретного числа, потому что сейчас по такой зиме у нас распаление льда, например, может на Неве вообще не быть. Но вот сейчас как бы формально на Неве рыбалка на щуку, судака и леща запрещена. Хотя, например, на Неве действует ограничение по ловле спиннингом от Устья до деревни Рыбацкая с 15 мая по 15 июня. А как бы до 15 мая на спиннинг, соответственно, в реке Неве ловить можно. Но опять-таки формально на запрет на судака действует с распаления льда до 20 июня. На щуку до 30 июня по реке Неве и по Ладожскому озеру. То есть с 30 июня щуку уже формально на спиннинг ловить можно. Но, например, перекрытие по спиннингу на Неве действует до 15 июня формально. Но могу сказать, что в черте города практически вот этот вот запрет, он отслеживается с трудом. Да, вот до 15 мая, повторюсь, появление человека со спиннингом на любой набережной, оно корректно. После 15 мая формально по правилам оно не является корректным. Мы сейчас говорим о весеннем запрете, а мало кто знает, что в черте города действует точно так же осенний запрет. То есть с 15 сентября по 15 октября. Будем тогда в первую очередь, наверное, надеяться на сознательность самих рыбаков. Наш выпуск подошел к концу. Пишите на электронную почту в курсе собака1tvc.ru Заходите на сайт охотникрыболов.tv С вами был Андрей Седоплатов. Увидимся через неделю. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин